За окном идет дождь Всех приветствую, меня зовут Андрей Агалюк, я живу в Венгрии с 1994 года И последние лет 10 как минимум занимаюсь тем, что вожу туристов Хотя, конечно, это не самая основная деятельность, есть основная работа Помимо этого, лет 13 как минимум занят боинскими захоронениями Венгрии Нашими, советскими, немецкими, венгерскими, как получается, помогая родственникам Помогаю найти, кого ищут, помогаю найти захоронения Иногда получается найти пропавших без вести, но это более редко Ну вот с этого и начнем, я прошу прощения за, может быть, качество съемки Потому что вот что у меня там было с собой, то я на стол и выкатил Вопрос на самом деле такой, ну я бы допишу второй раз Вот венгры, они вот по-твоему, они вообще кто там, с какой угодно точки зрения Там, с исторической, культурной, социальной и так далее Как бы ты вот дал свое определение? Ну, прежде всего, это люди, как и всегда, да? Это самое главное Спасибо, это было очень отличное интервью, оставляйте комментарии Если посмотреть, конечно, как и везде, люди всегда разные То есть, есть хорошие, есть плохие Это для чего ответить, которые многие до сих пор не могут принять и понять? Ну, потому что очень многие пытаются сказать, вот я такой хороший, прекрасный А все остальные известные субстанции под забором Здесь то же самое, да, мы такие прекрасные, все остальные известные субстанции под забором На самом деле нет, то есть венгры, да, это люди в большинстве своем Нормальные, работящие, хорошие в отношении и так далее Есть свои заморочки? Безусловно Есть свои плюсы? Масса Минусы? Тоже масса И, ну, надо смотреть, что к чему и как Давай сначала вот про эту бытовую социальную современность поговорим И потом капнем немножко в историю Вот давай, ну, плюсы-минусы, да, жизни конкретно тебя Мы говорим сейчас только о твоем личном мнении, да, конкретно тебя, там, Венгрии, Будапешта Ну, начнем давай с минусов, чтобы потом перейти к плюсам Ну, из минусов, опять-таки, мне немножко сложно говорить, потому что я уже живу здесь вот с 94-го года То есть, ну, фактически 25 лет, то есть, вся сознательная жизнь проведена здесь Из минусов, ну, можно, например, сказать некоторую медлительность в принятии решений Очень часто, что на работе, что на второй работе, это иногда безответственность То есть, вот мы хотим уйти от принятия решения И мы хотим, собственно говоря, ну, приложить ответственность на кого-то другого Это присутствует Потом, ну, даже не знаю, честно говоря, как взять Есть в очень определенных моментах И таких моментов, большинство, я вот по пальцам одно-таки могу пересчитать Когда венгры переходили на национальность Я венгр, я выше, вы все Субстанция под забором Особенно, вот, когда надо было что-то сделать И я ничего для этого делать не буду То есть, это присутствует Из других минусов, ну, можно, конечно, там, кто приезжает Потому что, опять-таки, будучи гидом, общающийся с людьми Кухня другая Специи другие Или вообще большое количество специй, которые используются в детской кухне Отношение другое Немножко менталитет другой Но с точно такой же точки зрения Если посмотреть Любят повеселиться, как и везде люди Любят вкусно поесть, хорошо выпить Пообщаться в нормальной компании То есть, то же самое, как и везде Да, другой язык Да, вот это все говорят Язык очень непохожий, очень сложный Факт, да, язык очень сложный Выучить его можно Без всяких проблем То есть, надо просто стараться Прикладывать усилия Знаю массу людей русскоязычных Живут еще с ЮГВ Ну, вот с Южной группой войск, которые остались Это вывод 89-91 С того момента вообще не учили венгерский язык То есть, как можно жить В стране, когда, например Надо подключить интернет Грубо говоря А если ты живешь в доме, где оптоволокно не проложено Надо все это там привозить Договаривать стали Это сложно Это сложно С другой стороны Люди всегда могут обратиться К таким, которые знают русский и венгерский язык И мы всегда с удовольствием За мелкий гешефт, как говорится Поможем Так что это вот так Что же касается позитива Опять-таки, свое личное мнение Страна более-менее спокойная То есть, у нас вот Нет того, что люди видят Когда приезжают в Германию Или в Австрию То есть, это вот толпа беженцев Толпа людей, которых живет на иждивении Да, у нас есть свои Кто живет на иждивении Но они привычные То есть, и обыватель с ними не пересекается По большинству в своем случае А это кто? Ну, скажем так Это этническое меньшинство Их у нас называют ромой Или цыганами Да, не совсем хорошо использовать это слово Хотя оно, опять-таки, не несет никакой негативной коннотации Но все равно у нас считается его использовать не совсем прилично Ввиду того, что когда был Советский Союз И советский строй в Венгрии Все были равны И всех загоняли Работа, армия, налоги Вперед с песней А сейчас у нас есть не свободный народ А у нас есть электорат Ну и, понятно, любая оптическая партия За, опять-таки, мелкий гешефт Может использовать определенные круги населения Для получения голосов И решения своих определенных проблем Вот и все Как и везде Ничего не меняется 2000 лет с Римской империи Что еще из позитива сказать? Ну, понятно Кагит у нас прекрасная природа Хорошее вино Вкусная еда Так далее, так далее Приезжайте, не пожалеете Очень хорошая страна Минусы есть, да Вот плюсы тоже есть, да Надо сравнивать С чем сравнивать? У нас очень любят вот так сплавнивать У вас там маленькие зарплаты По сравнению с чем? Или у вас большие зарплаты? Опять-таки, по сравнению с чем? То есть, это вот познается в полу Сознанием Ну, туристу кайфово Я, например, здесь передвигаюсь на такси Потому что, ну, мне недорого Там, скажем, после Австрии, да? После Вены, да? Согласен, что после Австрии это недорого Для нас дорого Так что, вот так Да, потому что все познается в сравнении Безусловно Хорошо Такой момент Скажи, пожалуйста Каких туристов ты водишь? Какие требования у туристов К Венгрии и Будапешту? Какие ситуации бывали в твоей практике? Там забавные, трагичные, поучительные И так далее Тут, конечно, можно сразу По забавной истории рассказывать Просто раскрыться И 10 часов мы будем рассказывать Про это дело Топчик Да, топчик, да Ну, смотри По туристам есть два направления Вот, в котором я работаю Есть фирмы Которые проводят туры Вот, они заказывают тур Такой-то И в зависимости там От заказчика Что они хотят Ты, как гид Который встречает группу Ведет группу Это вот большой автобус Приехал там От 15 до 90 человек А у меня максимально Чего я водил Было 95 95 человек группа? Да Два автобуса Ты один? Один И без микрофона Такое тоже бывало Ну, экономия превыше всего Экономия или смерть Как говорится Поэтому заказчик обычно Выкатывает Что он хочет Что показали Группе И там ты просто работаешь То есть ты вот Или Знаю Большое количество таких людей Выучил с Википедии Отбарабанил И до свидания Получил свои деньги И убежал Как говорится Больше вас видеть не хочу Если ты любишь Свою профессию А профессию гида Надо очень сильно любить Потому что Ты всегда можешь Показать людям Чего-то интересное И если ты по группе Видишь, что им интересно Ты будешь больше Вкладываться в это Потому что тебе интересно Показать Это вот такое Большое направление В рамках Опять-таки тура То есть шаг влево Шаг вправо Он просто невозможен Потому что у нас Летит программа А если летит программа Ты сам знаешь Это Последствия Вплоть до финансовых А есть Те туры Которые делаю сам Вот вывешиваю На фейсбуке В основном Там приезжают гости С ними есть Определенные договоренности А они уже тематические То есть я Отхожу от того Что надо показать Будапешт Вот как Он есть Масса коллег Занимаются этим Пожалуйста У меня на это нет времени И честно говоря Желания То есть рассказывать То же самое Что рассказывал Там До меня 150 человек Зачем А есть тематика То есть вот можно взять тематику Там начиная Турецкие войны Тематика Там не знаю Объединенных национальностей Которые населяли Город Будапешт Или города Буду Старую Буду и Пешт До того Как они стали Будапештом Есть различная тематика 20-го столетия Да Например Штурм города Будапешта Который прошел по городу Ну очень большим катком И следы этого Остались до сих пор До сих пор Или 56-й год Какое следов вообще там осталось До известного места События там Того же 1848-1949 года Где и как это происходило На что посмотреть Куда бежать Где все это есть И так далее То есть это масса всего Например Показать Места Которые интересны Там По той же самой Общемировой истории Вот например Возможно ты не знал Помнишь Я тут много чего не знаю Представь себе Помнишь был такой корабль Титаник Да В 11-м году затонул А кто спасал людей Кто первый Кто ответил на сигнал Бедствия Был корабль Австро-Венгерской Карпатия Они находились По-моему дальше всех Они втопили там Под 150% Мощности И на этом корабле И на этом корабле служил Доктор Лендил Арпат Вот который был Молодым хирургом Завербовался на речь Чтобы заработать денег И представь себе Молодой человек Ему там 20 с хвостиком было Он во все это дело Попадает Когда ему надо Спасать людей Там начинает Цитировки Раненых Живых Неживых И так далее Заканчивая операциями Всеми Да То есть там Начинает Преломы конечностей Заканчивая там Разрывами органов И так далее И он потом отошел От того что он будет Ездить на кораблях У него была практика И так далее Угол ракурса И улицы Пушкина У нас есть такая Вот там дом Вот он там Это Пушкин Это же в Пеште Да Улица Пушкина в Пеште Вот там на углу Дом сохранился Табличка у него висит Кто под него из гидов Расскажет Да никто Потому что никому Это не интересно И вот таких вот Маленьких вещей Про которые надо Будучи уже местным Да и то Не все местные знают Зайти посмотреть Найти Объяснить Рассказать Таких мест мало Вот я такое делаю Ну ты молодец Я тоже такое делаю В этом мы с тобой схожи Скажи Ну мы естественно Укажем ссылочку Будете в Будапеште Готов Без таких гешефтов Тебя прорекламировать Договоримся Договоримся Да 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 Значит скажи пожалуйста По поводу Ситуации Ты говорил Привез каких-то Лишних людей А ну да Не лишних людей Лишнего человека Была такая ситуация Значит смотри Работал одно время С одной немецкой фирмой Она как большинство Успешных туристических фирм Заработала деньги И сразу развалилась Такое бывает Ситуация следующая Была программа Когда возили в течение Ну не знаю Дней Наверное пяти По различным местам Один из пунктов программы Мы приезжали в Хортобать Хортобать Это район Это район Венгерской Низминс Венгерской пусты Юго-восток Венгрии И там конное шоу И после конного шоу У них отдельным Планом Шел Такой пунктик Как дегустация Семей различных видов Паленки Венгерской водки Вот понятно Там еще вино Понятно там пиво Понятно Все нормально Все хорошо Значит ситуация следующая Когда мы туда приезжали Там было несколько мест Где могли стоять автобусы Не было нормальной парковки То есть солнце жарит Это июнь По-моему Если не ошибаюсь Автобусы оставляют открытыми Чтобы просто Ну хоть как-то Была какая-то циркуляция воздуха У меня автобус Беленький Идущий на Будапешт Там масса из других Приезжает Стран людей Показывают одно и то же самое Конное шоу И потом каждый идет там На свой Кто на дегустацию Кто просто пообедать И так далее Ситуация следующая У меня группа 20 чем-то человек Всех я пересчитал Перед посадкой в автобус Автобус Постараю Стоял открытый Все нормально Всех пересчитал Все доселись по местам Автобус большой Люди сидели компактно впереди Приезжаем в Будапешт Уже вечером Часиков так 9-10 Все у меня из автобуса выходят Я всех пересчитал А требование клиента было такое Что когда автобус уезжает Потому что мы меняли автобусы Но водитель оставался тот же самый И гид сопровождался тот же самый Автобус уходит Ты заходишь Водитель идет Проверяет нижнее сидение А я как гид Я должен зайти в салон Пройти проверить Верхние полки Ну чтобы там ничего не осталось И потом Идя обратно Я должен проверить Сеточки в сидении Кто-то кошелек может забыть И так далее Все что мы находим Акт Подпись Сдаю это дело И если что-то мы нашли Мешок и так далее Надо следующее утро проверить Я подхожу И сзади у меня Под задним сидением У меня спит мужик В белой майке Белых шлепанцах Белых шортах Все А автобусу надо уходить Он едет утром на Словению Все мне автобус надо отпускать Понятно что если мы сейчас Начинаем протокол полиции И так далее Я влетаю минимум на 72 часа Разбирать То есть это Ну это все У меня летит программа Я теряю деньги Что мы сделали Я шоферу говорю Слушай Сейчас мы его вытащим Хотя бы здесь на ресепшн Потому что я там знал Кто работает И Ну давайте Попытаемся привести в чувство Что понятно Это не будет Понятно я бешено Второй рукой Вторым ртом звоню Вот туда Откуда мы приехали Там вообще не знают Кто Как Кто опоздал Им же не сообщают Я говорю Ну а у вас откуда Хотя бы группы были Ну официально были Вот эти Вот эти Плюс вы А остальные 7 Были по черному Да То есть там ни контактов Ничего Блин Приходим туда Мы его полили водой Там попинали Все дела Так далее Он начал чего-то По французски материться Чего-то там Так далее Вот повезло Просто-напросто И Я подумал Все Я сейчас звоню в полицию И все У меня летит программа Так далее Давайте-ка я попробую Пойти дипломатическим путем Французское консульство Позвонил Позвонил туда Уже поздно Естественно Ни по-венгерски Ни по-английски Со мной никто не говорил Слава Богу Нашелся там Какой-то третий Там секретарь Который Я немножко Говорила по-немецки Я объясняю Я гид Такая ситуация Пятая-десята Она О да Нам сообщали Там Жан Пьет какой-то Там Все замечательно Вы можете отвезти его В Братиславу В Пресбург Я говорю Замечательно Говорю Он у меня в Будапеште Мне его везти в Братиславу Говорю Нет я не могу Потому что Вот у меня там Ну ладно Привозите его к нам Я говорю Как Я его по дороге Расплескаю Просто-напросто Ему уже хорошо Ну Берите такси Мы вам оплатим Я говорю На что мне счет просить Не надо счета просить Мы вам оплатим Окей Как я заказывал такси То есть приезжал там Десять знакомых Укзвонился Мы его не повезем Мы его расплескаем И так далее Короче А там Что бы ты представлял Отель был у Восточного вокзала От Восточного вокзала Вот где-то площадь героев Представляешь Вот там вот площадь героев Идет Андраша И параллельная улица Лендвай Там как раз находится Французское консульство Ну там да Там их масса Но вот она вот с угла То есть там в принципе Там езды на такси Ну не знаю Ну минуты 4 По ночному городу Суть в том Я нашел одного знакомого Он ехал со смены Я ему на торпеду положил По-моему 10 тысяч форентов На тот момент И сейчас нормальные деньги Тогда это были очень серьезные деньги И он мне говорит Все То есть если какие-то Две шестьсот примерно на наши Я сегодня снимал просто Или две восемьсот Ну грубо говоря Чуть-чуть побольше 30 евро Вот так вот Соответственно Мы его довозим Я потом стучусь в дверь Потому что мне его еще дотащить надо Выходят два Афро-француза Вот в форме Берут его под белые руки Под черные лучники Заводят и все Дверь закрывается Я так стою Звоню по телефону Никто не берет Я говорю А деньги Я же не могу уйти так Чтобы мне не заплатили Я начинаю бешено стучать На меня открываются Прекрасные черные глаза Я ему показываю Мани Потому что мне надо Вот такси было Сейчас Типа сейчас все будет Проходит где-то минуты две Открывается Это вот заслоночка такая И мне рука так Знаешь С таким Знаешь Вот в жесте Было все французское презрение Вот к этим вот русским И так далее К этим людьми Мне просовывают 100 евро Прежде чем он закрыл Я там ему пытался сказать Что завтра я за эти деньги Еще троих привезу Если он позволит Вот такие ситуации бывают Да Слушай Огонь Давай перейдем немножечко К венгерской истории О которой Ну будем говорить честно Мало вообще кто знает Потому что А Венгрия Австро-Венгрия Да И такие две большие разницы И такие две большие разницы И так далее Значит Давай немножко поговорим Ну Про какие-то ключевые моменты Про которые я хотел бы знать Да Вот Значит Паскевич Середина 19 века Николай I Жандарм Европы Бросился Там спасать Этого маленького Молодого Значит Австрийского Мальчика Как он считал Который ему потом Подсунул свинью Во время Крымской войны Значит Что тут было Ну Как всегда Все было немножко Не так Не совсем не так Значит смотри Ситуация была следующая Была Австрия Которая была Империей В рамках Этой империи Было Венгельское королевство Австрийский император Не хотел короноваться Венгельским королем Хотя Де факту Он им считался Но до Юры Он им не был Потому что не было Акта коронации Это кстати Немножко отбежав назад Надо сказать Что была попытка Между Романовыми И Габзунгами Путем брака Создать союз Это когда дочка Павла Педова Александра Павловна Была выдана замуж За палатина Венгрии Ну там Ввиду обстоятельств Которые сложились Что послеродовая горячка И Александр Павловна умирает Ей кстати Очень красивый храм Здесь поставили Там тоже очень интересная история Значит смотри Суть следующая Значит Венгрии поднимают Антигабзуское восстание Потому что хотели Определенных свобод Самое главное требование Из массы требований Которое было поставлено Это решение Своих внутренних проблем Нами Вот Посредством Внутреннего Там Парламента Сейма Как хочешь так его и называй Естественно Это не понравилось Естественно Это привело к тому Что австрийцы У которых и так На тот момент Дела шли не самым лучшим образом Не шли ничего лучше Как решать это все Вооруженным восстанием Понятно что Вооруженным решением Боставшие Тоже начали вооружаться И было понятно Что в создавшей ситуации Когда Австрия Должна воевать Еще и в Венгрии Тут еще и Хорваты подняли Все это дело И тут эти И тут еще Итальянский фронт И так далее Надо было просить помощи Ну побежали к кому Побежали к Николаю Первому А когда Николаю Первому Сказали что Вы знаете Что там у венгров Поляки Командуют И заруливают Все вот Офицерские должности Вот должности поляков А этих поляков Не добили еще в 30-х Он сказал Ваня Рихтнгофен Как говорится Все И поэтому Вошел сюда корпус Естественно Что по воспоминаниям Ни Паскевичу Абсолютно Хотя Это Насколько я Знаю По Описанию Русской армии Кирсновского Известного нашего Вот историка Начала 20-го столетия Он Описывал Что это была Первая Воинская операция Российской армии В которой Участвовала В перевозке Шлезная дорога От Варшавы Везли Да Вот он это упоминает Я боюсь сейчас соврать Но по-моему Он это упоминает Можно потом Даже будет ссылочку дать Это очень интересно Потому что я Вот Очень часто встречал Сообщение о том Что Крымская война была Как раз Войной Где бы Впервые Вот Как раз Англичане с французами Использовали Перевозку А это Наскевичская Армия Когда использовали Вот они Вот от Варшавы Частично Части переправлялись Сюда По железной дороге Могу потом Посмотреть Я говорю Могу ошибиться Но по памяти Вот по-моему Такое было Неважно Это Прекрасное задание Тем кто смотрит Если вы знаете Напишите Кирсновский Лежит на милитаре Ну и на Всех остальных Как говорится Сайтах Суть в чем Значит Российская армия Пыталась Восставших Вымотать Маневрами То есть Не вступая В постоянные Боевые конфликты Хотя Такие тоже Встречались И бывали Их было довольно Много И Ну привело К тому Что те Кто сложили Оружие Перед Российскими Частями Тот же например Артур Герго И очень известный Венгерский Генерал Он Выжил А те кто сложили Перед австрийцами Или потом Российской стороной Были выданы Австрийцами Тех австрийцы Просто-напросто Убили И так далее Есть такая Знаменитая байка Почему не чокаются Венгры пивом Потому что Когда в 1879 году В В октябре и ноябре Месяце в городе Араде Это сейчас Румыния Тогда это была Территория Венгерского колеса Они Казнили Венгерских Генералов Из которых Венгов По-моему Там было То ли два То ли три Все остальные Были с немецкими Фамилиями Неважно Но Они при этом Якобы чокались Пивом И так далее И поэтому Венгерские Сказали Мы 150 лет Не будем чокаться Пивом Назло вам всем Как говорится Ну тут опять Можно копнуться Что пиво Там не давали Там было вино Потому что Пиво на тот момент Не варили И паленку пили И не Там не Такое количество Генералов было Намного больше Про Нижние чины Вообще Можно Там Отдельную библиотеку Можно по этому делу Собрать Но Российская армия Вступила По всем воспоминаниям Венгеров Российская армия Относилась Очень достойно Естественно Говорили на французском языке На каком еще Потому что Естественно Язык общения Который был Между Российскими офицерами И восставшими офицерами Венгерской армии И Оставила В некотором Роде Свой след На сегодняшней территории Венгрии Вот опять таки Занимаемся Воинскими захоронениями Как уже говорил Потери были где-то там 800-900 человек Это вот общие безвозвратные И около там 25 тысяч Боюсь сейчас соврать По цифре Но огромное количество людей Погибло от холеры Почему от холеры Не было нормальных источников Питьевой воды Гигиена была На самом лучшем уровне Ну и плюс Колодцы пытались отравить То есть Как отравить колодец Пластым образом Пойти в грибную яму Взять ведро И вылить в колодец Все Колодец отравлен Ты что с ним не делай Копай Не копай рядом Все Ты что ты с ним не сделаешь И Осталось два захоронения На сегодняшний момент На территории Венгрии Вот где лежат Именно российские солдаты Одно находится в городе Хайду-Дорок Это область Которая как раз Больше относится К протестантизму И частично к православию Правда к православию Уже не Православие православие А греко-католическое То есть Катода перешла Вот под Католицизм Но все давно То есть там храмы были Православные И для нас были православные И там вот остался Целый холм Или курган Если можно перевести Который называют Муска Холом по-венгельски Холом Понятно Холм или курган Муска для венгра Это всегда был Вот понятие Такой вот мужик То есть русский человек И в Первую мировую войну Их так называли И понятие русский Вот окончание без е Краткого Это русский Это с 56-го года Только пошло А всех русских Называли муска Да это было Немножко презрительно Ну как бы мы там Не знаю Немцев бы Всех бы там Даже не ганцами Называли там А вот краутами Как их называли Британцы Потому что они Капустой называли Грубо говоря Украинцы хохлы Похожие То есть не настолько Негативные Но вот Все равно больше негативные А хохол в Вьетностовеке Не было негативным Оно до этого Мы про тогда говорим Как говорится И Вот осталось там Захоронение Наше Там стоит табличка Вот ее ставили Причем есть воспоминания Что когда Во время Второй мировой войны Когда освобождали Венгрию Пришли туда советские части Очень опасались Что холм Находится В самом лучшем стане Что придут И будут Как говорится Ругаться из-за этого Русские Но нет Все на самом деле Все прошло достойно И Ну вот Сейчас Консульством И посольством Был поставлен там памятник Правда без имен Но насколько я знаю В принципе имена эти Через архив наш Можно поднять То есть это настолько Небольшая проблема И второе место Это как раз Где была битва Между российскими И венгерскими частями Поставшими частями Такой городок Немножко для русского языка Звучит смешно Называется Калкаполна И вот там вот тоже есть На месте битвы Памятник Ивенграм И соответственно табличка Что наши тоже здесь погибли Здесь есть захоронение Хотя естественно Хоронили там по всей Венгрии Но это уже просто Напросто стерлось Скажи пожалуйста Вот вторая мировая война Как Венгрия отображается Я сегодня очень интересно Видел стенд Напротив военного музея И там Значит Среди прочего Информации Такая вещь Я даже сфотографировал А знаете ли вы Что в 42 году Военный музей Проводил выставку Советского трофейного оружия На такой-то площади И я вот пытаюсь понять Контекст этого сообщения Это как бы о чем Это как бы типа о том Что у нас нос Немножко в пуху Что мы Нет Я хотел показать Что мы вот такие Крутые парни И так далее Тут опять-таки Надо посмотреть В Венгрии И вот в сознании Венгрии Это есть Кстати Вот сейчас будет Место рекламы Есть такая хорошая книжка Называется Гуля Шестурула Написал ее Венгера Польского происхождения Автор Кшиштоф Варга Гуля Шестурула Она в интернете Гуглится на раз-два На русском языке Вот там Кто хочет почитать Что такое Вот именно Венгерский дух Виртус Вот читайте ее Там вот написано С одной стороны Мы так гордимся победами А победами в битвах А что-то вот Войн Войн выигранных Как-то мало И вот тут то же самое Да То есть Ну во-первых Опять-таки Коснемся истории Венгрия После эпидемиодовой войны Выходит Проигравший Теряет две трети территории 80% населения То есть вопрос Реваншизма Он остается мгновенно К этому надо добавить О чем забывают все Что потеряно территории Где А Находилось все производство Все полезные ископаемые Все университеты То есть Все от этого отрезается Да Там Некоторые города Проголосовали Мы вернемся Где-то была такая территория Где-то такая Но все давно Вот Огромное количество беженцев Которые просто хлынули сюда И Разрешил вопрос Которых Второй комендант города Будапешта Замецов Иван Теренчевич В 1945 году То есть Мы берем 20-е 45-е Сколько лет пошло Поколение фактически А вопрос не был решен И поэтому Вопросы реваншизма Они стояли То есть Нам надо вернуть Наши земли В обязательном порядке Надо вернуть Путем оружия Путем дипломатии Как угодно Но надо вернуть И было Огромное количество сбора Денег Там всяких демонстраций И так далее И так далее И когда Венгрия Вступает в Вторую мировую войну И оказывается На стороне Третьего рейха Что посулили Венгрии А мы вам будем Возвращать территории Первый венский Обитаж Второй Возвращение Консильвании Возвращение территории Словакии Хотя там тоже Была война И так далее Вход в Чехию Поляков Венгров Когда поляки С венгами Там братались Вообще Есть же пословица Венгар поляк Два братанки И до шаблей И до склянки То есть такое и есть И там еще Масса продолжений И так далее Кто хочет Может найти Очень интересный Такой стишок И Вот надо Выступать Против Советского Союза Вот Советский Союз Хочет Там Сделать какие-то Акты доброй воли Что-то там Бернуть Что-то решить А венгерская Полиция попадает В патовую ситуацию Вот если мы сейчас Попрем против Воли Третьего Рейха Нас Просто напустя уничтожат Ну у нас нет Такой сильной армии Если мы сейчас Попрем против Советского Союза Нас уничтожат А вилять И бегать Между двумя странами Нам не дадут Нам надо решаться И когда была Произведена Во-первых Нападение Венгрии На Югославию Потому что уже Немцы не разрешили Что эта территория Там Воеводина Банат Все это отводит К Венгрии Этого не было Поэтому надо было Вводить войска Там была довольно Серьезная драка И потом приходит к тому Что надо вступать Против Советского Союза Вот просто надо Вот у нас ситуация Патовая Тут сванг Ничего не сможем сделать Венгерский Премьер-министр Телки Не смог удержать позор Опустил пулю в лоб Где памятник Телки На сегодняшний момент Нигде Вот памятники другим Которые там Выступали против Советского Союза Тот же Бэтлан Хотя тоже Который пытался Найти свою выгоду Ему памятник поставили Он в 45-м году Сдался Вне Пришел к нашим И наши его взяли В разработку И он просто Вот условия Любянской тюрьмы Будучи в возрасте 70 с хвостиком лет Просто-напросто Скончался От комплекса всего Национальный герой Прошел там ГУЛАГ Все дела Пятые Это не тот Памятник Который мы сегодня Видели Это там В Москве Умер Да-да-да Это тот Который В замке Который Ему поставили В 13-м году Что ли И так далее И вот Возникает ситуация То есть нам Надо наступать То есть надо Насадать самые Боеспособные части Кинуть туда Кинули Получили по рогам Отступили обратно Что-то надо утащить Сколько брошенного Было всего И есть фотографии По этому делу То есть там Наши там И-16 И-шаки Т-26 И кстати Их ставили На Кровавое поле То есть Если ты представишь Себе Дунай Будайский замок И вот Соответственно Западной части Где большой Кровавый луг Кровавое поле Как его называют Вермозы Там была выставка Есть две прекрасные фотографии Вот 42-й год А вот 45-й Когда наши Трофейные команды Там все это дело Собирают И там стоят И Рено Там собранные Там какие-то Там не знаю Наша техника Старая стоит И так далее Пятая и десятая Вот две фотографии Пришлю Вот в очень хорошем разрешении С фортепана С бесплатного Как говорится Можно посмотреть И Надо же показать Мы пошли воевать Мы же не будем рассказывать Что в Советском Союзе Мы вот занимались Вот этим Вот этим Вот этим Я как раз хотел спросить Вот чем ты объясняешь Вот такое зверство Под Воронежем Ведь мне Я был в Воронеже Мне местные И не только под Воронежем Ну я конкретно Это знаю Потому что мне конкретно На месте рассказывали Что был приказ Венгров не брать живыми Ну насчет этого приказа Он Я честно не читал Хотя я тоже по этой теме Довольно сильно копался Вот именно чтобы его прочитать Да Чтобы это было написано А он был не письменный Опять таки в этом деле Я больше доверяю письменным Не суть Как говорится Да Венгры отличались жестоко Опять таки не все У меня было большое количество Интервью с ветеранами Вот кто Воевал на другой стороне Вот сразу могу сказать Все кто прошел наш плен Вне зависимости от вероисповедания Происхождения Социального строя То есть там Начиная от аристократии Заканчивая вот самыми низами Рабоче-христианского класса Все Вот были абсолютно нормальные люди Вот кто не прошел плен Или прошел американцев Вот там вот ребятки были Другие Тут опять таки Для кого-то это была возможность Отомстить Громаднейшая пропаганда Все русские это большевики Все большевики евреи Человечивание абсолютно Чисто нацистская как бы история Отрицает Что еще Ну опять таки отношение Что мы там получим земли Ну представь себе Страна в которой Около полутора миллионов Безземельных крестьян Которые с 20-го года Перебиваются Ну фактически Никаким заработком Вот просто-напросто Никаким У них нет прав У них нет ничего Их шпыняет полиция Жундамерия Так далее Абсолютная беспросветность И тут им говорят Слушай А ты прекрасный пацан Вот тебе ствол Вот тебе армия Вот тебе звание И рихнул в Москву А там земля А там земля Да Она для тебя будет Пожалуйста Вот И очень многие схватились За эту возможность Не подумав о том Что их на это толкает Определенный класс Который тоже хотел С этого дела Получить свои выгоды И когда уже получили Как говорится По мозгам И начали что-то Понимать Что так нельзя Так не может продолжаться Надо чего-то делать И поэтому На сегодняшний момент Катастрофа Венгерской армии У Дона Как ее преподносят То есть Когда ее полностью Уничтожили Они должны были отступать Абсолютно Не подготовленные Для российских реалий Мороза И всего остального Я всегда спрашиваю Вот когда вот С венгерами заходят За это дело Хотя я уже пытаюсь На это дело не спорить Потому что Ну уже все пережевано И ну зачем Да То есть Я всегда говорю Ребят Вот две вещи А во-первых Почему вы считаете Что Мороз Он вот только венгров И там немцев И итальянцев Там с румынами портил А вот К нашим Никаких проблем не было А наши закаленные Наши азиатские орды И мы вообще За людей не считаемся Да И наступаем Танковыми лавинами Замечательно Да То есть Это я слышал И так далее А второе Это конечно то Что Скажем так Не было Мало то что Не было неподготовленности Не было нормальной логистики Не было Вот вообще То есть Почитать воспоминания ветеранов Например Не было никакой возможности Там не знаю Подвезти воду Вот я читал воспоминания Вот мемуары Тех венгерских ветеранов Которые выходили В советское время В советское время Которые например Участвовали В Минных соглашениях С 47-го года С венгерской стороны И там было Очень много Интересных вещей И они говорят Например Что у нас не было воды Нам приходилось Пить шампанское Ну потому что Потому что У нас не было воды А шампанское Постоянно шло Поставлялось офицерам И так далее И сколько они там тоже Какие были лишения И так далее То есть если вот опять-таки В чем мы вину Ну и в чем мы начали Я просто представляю Человека Который воюет Под шампанским А там еще и паленка была И так далее Ну паленка Она как-то Понимаешь Она более Она более понятная А вот как бы Шампанское Когда ты пьешь У немцев было Кстати говоря Это да Но когда ты пьешь Вместо воды Это интересный момент Я тебе больше скажу В воспоминаниях Я сейчас боюсь соврать Дарений Иван Если я не ошибаюсь Опять-таки Это все можно будет Выложить Посмотреть Он участвовал В мирных Парижских договорах Прекрасный переводчик Кстати с французского Переводил Писал стихи И он попадает туда Офицером Вот как раз Под Воронеж И рассказывает Что Там конечно были случаи При отступлении Мародинства И всего остального Они зашли в какой-то дом И он взял На французском языке В библиотеке Советской книгу И когда потом уже В 60-х 70-х Его повезли В Советский Союз Он специально Договорился Чтобы его привезли В это же место Вот Разрушенный И пришел Сказал Знаете Вот я Там 30 лет назад Я взял Извините пожалуйста Мне бы хотелось вернуть То есть там у всех Понятно Офигение Другим русским словом Приходит какой-то Венгар И на ломаном Вам про дичневский билет Спросили его Нет Ему Там сразу начали Там это вспоминать Войну 100 грамм Потом Под литр И потом сказали Знаете Забирайте с собой Это вам подарок Но тоже Вот тебе показательный Вряд Но были такие Которые вот Пошли туда воевать Сознательно Сознательно Пошли на то Что надо всех Большевиков То есть Русских Уничтожить Потому что Они евреи Потому что Еврей не большевиком Быть не может И кстати То же самое Происходило здесь Почему был большой Геноцид евреев И всего остального Потому что Была такая пропаганда Большевик Значит жид Все Хорошо И последний момент Просто батарейка Ребята садится У меня заряда К собой нету В камерах Садится батарейка Последний момент 56-й год Кратко Тезисно Что это было Ну смотри Есть Я имею ввиду 1956 Да Есть официальная Велосия Официальная Велосия Сегодня в Венгрии Звучит Вот мы хотели Свободы Пришли злые русские Нас всех убить Забывая о том Что русские были здесь С 45-го года Даже С 44-го Ситуация была Следующая 55-й год Выводятся войска Из Австрии Венгрия Просит Советский Союз О том Чтобы войска Остались на территории Венгрии Для решения Определенных задач Например Советские войска В марте Апреле 56-го года Когда был Жесточайший Разлив Дуная И он вышел Из берегов Лед и так далее Вот наши солдаты Все это дело Разгребали Я тебе даже больше скажу Есть такой Город Нотьбарочка Это самый юг Венгрии Там после Второй мировой войны Поставили Памятник Вот сейчас В 2010-2011 году Советскому офицеру Который там Спас людей В церкви Да То есть это Единственный памятник И вот там Есть еще улица Сержанта Тулбанова Сержант Тулбанов Погиб Ведя Тяжелую гусеничную технику Тягач какой-то Когда перевозили людей Он просто перевернулся На реке Все выплыли А он сидел На месте мехвода И просто захлебнулся водой Вот на Керапыше Похоронен Но вековечен Мэр Который Все это дело Ставил Он вообще-то Ультаправый Очень сильно Но он помнил Что да Вот пришел Советский офицер Спас нас людей Здесь Потому что хотели Югославские партизаны Их всех убить И вот был Такой Тулбанов Который тут тоже Спасал людей Давайте Вот мы о нем Будем помнить Кстати Тоже Очень характерная Чертва Для нормальных Людей Венгров Он может быть Любой там Партией Взглядов Но вот Если человек Совершил что-то Героическое Тем более Солдат То есть Вот у нормальных Венгров Опять-таки Ну все-таки Я занимаюсь Венскими захоронениями С мертвыми Зачем воевать А у очень многих Такое есть К сожалению 56 Возвращаюсь Что происходит Естественно Советский Союз Шел на определенные Там политические Хотел пойти Например на политические уступки Естественно Запад этого не хотел допустить Им нужно было Что-то провокации Вон 53-й год Берлин 56-й год Тот же самый Польша И в принципе События 56-го года В Венгрии Начинаются С того Что мы Выражаем Солиданность Польши Опять Польско-венгерская Дружба Как всегда И Это Передоставит Демонстрацию Демонстрацию То запрещают То разрешают То опять запрещают Идет толпа Демонстрантов Выдвигаются Определенные Требования И так далее Кстати С этих требований Очень интересно 22-го Их кстати Пишут В городе Печь Это опять-таки На юге Одно такое требование Нам надо решать Вопрос венгерского урана Самим внутренним Чтобы уран добывался Не для Советского Союза А шел Да-да-да Там же урановые Еще были Да-да-да То есть Это была история Что у Советского Союза На тот момент Не было родников Для добычи урана И надо было Из всех стран Советского влияния Все это дело Тянуть на себя Ну соответственно Вот пожалуйста Получили Опять-таки Мое сугубо Личное мнение События 56-го года Их естественно Готовили У нас есть масса документов В свободном доступе Какое количество Вооружения Западных Западных Производств Группы же засылались Диверсионные Засылались Это ежу Понятно что они засылались Без этого никуда Проблема в том Зачем надо было Где-то готовить Склады западного Вооружения Боеприпасов И запчастей Когда у тебя Советского оружия На тех же самых заводах До известного места И боеприпасов И так далее И это первое И второе Что конечно Вот что сыграло В 56-м году Самую негативную роль Это то что Когда были открыты тюрьмы Вот просто все Что было в тюрьмах Оно вышло на улицу Политически Окей Но вот все те И нацисты Кто сидел И за убийство И за разбой И так далее И стволов Вот просто Вот столько И гуляй Вася не хочу И Советский Совет Идет на уступки И 30-го октября Вводят войска из Будапешта Все Это такая бакханалия была Кто будет вспоминать Например Жену Андропова Которая просто Ну скажем так Мягко сошла с ума Когда она видела Что напротив посольства Творили Вот например Те кто воевали за свободу Ну я не думаю Что за свободу Надо воевать так Что советских офицеров Надо вешать на столбах Причем не за шею И так далее И так далее То есть тут масса Можно всего что провести И так далее И вот современной Венгрии Вот 56-й год Это все Мы воевали против русских Русские хотели отобрать Нашу свободу А свободу они у нас отобрали Поэтому мы с 56-го по 89-й год Жили вот настолько плохо Что мы были самым веселым бараком Да И у нас была свобода И в Германию можно было Которое время мотаться Потом это закрыли И в Австрию И сюда приезжали Западные и восточные немцы И тут братались И весь болотон с этого жил Вон до сих пор Пойди посмотри Любое автодоблюдение Цинмерфрай Да То есть свободные комнаты Вперед пожалуйста Все об этом забывают И вот опять-таки Сугубо личное мнение Несмотря на все то количество Искажение истории Которое идет в Венгрии Вот порядок тогда Начнется здесь В головах по 56-му году Когда Венгрии Будут ставить Хотя бы таблички Тем венгерским Солдатам и офицерам Армии Полиции Внутренних сил И так далее Которые остались Ведны присяге Ну хотя бы на склады Не допускали людей Которых сейчас Предали анафеме И считается Что они пошли против Великой венгерской Революции 56-го года Хотя до сих пор Остаются те Которые считают Что это все Надо было давить За души И так далее Очень многие Убежали на запад Это факт Очень многие Пострадали от власти Факт Но Опять-таки Превозносить Действия Например Забочих Того же самого Красного Чепеля Чепеля это остров На юге Водопешта Где все Тяжелые производства Которые просто Взяли стволы Потому что их достало Весь этот беспорядок Советских частей нет Они где-то там Где-то находятся Надо что-то делать И поэтому Когда они взяли В руки Там уже неинтересно Было Ты вот за демократов Ты за фашистов Ты за коммунистов И так далее Если ты идешь И не отвечаешь На стой Кто идет Все Пулю в лоб Ну потому что Надо защищать Свои семьи И так далее А теперь они все Они вот выступали Против Великой Венгесской революции И вот таких вот Очень мелких Элементов Не то что лжи А полуправды Ведь это же самое страшное Не правда И не ложа Полуправда Вот она вот складывается 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 И уже выросло поколение Которое вообще не понимает И даже не хочет Интересоваться этим делом Спасибо Что такое 23 октября Да вот день Венгесской революции Еще один выходной Все И так далее И опять-таки тема Ввиду того Что любое вот такое событие Оно используется в угоды Определенной политической парадигмы Оно всегда будет преподаваться Вот в том ключе Который нужен Определенным Ну кругам Скажем так Для получения своей материальной выгоды Возможно в будущем Логичный вопрос Завершающий Насколько это отражается Вообще Сейчас В взаимоотношениях России С Венгрией Насколько ты Вообще чувствуешь Ну то есть Что вообще люди думают Про Россию Думают ли они В принципе Есть ли им до этого Дело И если есть То в какие моменты Это дело возникает Ну смотри Вот по сравнению С 1994 годом Когда вот Поселились здесь Начали жить Поменялось радикально То есть в 1994 году Скажи что ты русский Ну все То есть там Презрение Вы Сволочи советские Вы Виноваты за то Что у нас Вот все было Так плохо 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 Сейчас Поменялось радикально Ну смотри Тот же туризм Ну 90% Вот всех знакомых гидах Они с русским языком Работают Ну потому что Вал Просто-напросто Идет русскоязычных туристов А им уже все давно То есть там Русский Белорус Украинец Казах Киргиз Турк Да не важно Вы все русские Считай советские Все Никого не Зылазь Зылазь Зылазина Как я сегодня слышал Ну типа того Да Это при том что Украинцы являются Насмельчинством Венгрии Кстати говоря И так далее А Венгрии Мельчинством В Украине Это не знаю Являются Возможно Там являются И так далее Неважно Это просто такой Статус Русские Например Не являются Вот В 18-м году Пытались опять Создать подписи Венгельский парламент Не разрешил Далее Ну как поменялось То есть Сейчас например Нет такого Отрицательного отношения Как было Там в самом Начале 90-х Естественно Всем понятно Что экономика Завязана на Россию Ты хочешь не хочешь Газ идет оттуда Вот когда Первый раз В Украине Было там То ли В 4-м В 5-м году Вот был первый Майдан Или какой у них По счету Когда Начали Прикливать газ У нас из-за этого Были проблемы Что не было В газовых хранилищах И так далее Понятно Что надо И искать Новые Носители энергии Вот поэтому Пакш-2 делается Вот делается Вот это Делается Вот это Да Это не нравится Да У нас там Масса больных На голову Идиотов Которые Там Вот вы Там Русские Сволочи И вот Пьете Наши соки Вот Вдохнуть Не даете Свободу Настоящим Веграм Вот и я приехал Немножечко попить Ты коллега Но все равно То есть вот такое присутствие То есть вот Почему появляются там банки Почему появляются И так далее Почему Путин к нам Постоянно ездит Почему из-за Путина На 15 минут Перекрывают дорогу И вообще Что это такое И так далее То есть когда приезжал Американский президент Тут вообще Все было Никого Ничего не интересует И так далее То есть Ну опять-таки Это понимаешь Это вот С одной стороны Идет вот так С другой стороны Лицемерие Просто-напросто Как и везде Нормальным людям Вот понимаешь Я вот сколько по туризму общаюсь Вот ты сдашь дом Что тут вот русские живут Будут жить Деньги заплатят Заплатят Все сдам Потому что я заработаю денег А там русские Нерусские Никакого не трогает И так далее То же самое По воинским захоронениям Вот сколько я не мотаюсь По стороне Я вот по пальцам одной руки Могу пересчитать Те случаи Когда было негативное отношение К тому Что я еду в какое-то там Очень далекое место И там пытаюсь найти Захоронение наших солдат Вот просто Все остальное Да вот пожалуйста И так далее Да Они что с ними воевать И так далее Хотя идиотов Что с этой Что с другой стороны Хватает То что читал Например В интернете Были такие обсуждения Там вот на Руси матушке Сколько захоронений Нацистов Это все надо Самосвалами вывести И так далее Я говорю Ребят Извини Говно вопрос Все можно решить Ну давайте мы тогда Те 3 миллиона Советских солдат Только советских То есть они безуни Первые мировые Ничего Вот это мы все Давайте вывезем на территорию Хотя бы Российской Федерации Кто это будет оплачивать И так далее Чего вы вот Меряетесь известным Половым органом В теме В которой не надо Я могу сказать Что немцы У нас Рядом с своим кладбищем На свои деньги Установили Под Питером Церковь Потому что мы С Фольксбундом Работаем Сколько И так далее И тут надо Кстати сказать Что Фольксбунд Который с 21-го Второго года Работает Они только На поджертвования И живут Кстати Могу сказать Что я Раз в полгода Тоже делаю Отчисление им Ну потому что Мы вместе Работаем И так далее Вот мы когда Под Кишфалудом Наших пацанов Хоронили Кто мне дал грабы Мне дал грабы Фольксбунд Потому что мы Там немцев нашли Мы кстати Под Кишфалудом Нашли нашего солдата У него медаль была И мы по медали Смогли восстановить Кто это Родственников найти Три с половиной года Работает Ну это так Как говорится Да там помогали Эти и эти Там вот список Вот такой вот Можно привести Начиная от представительства Посольства Всех остальных Сколько людей Там помогали И так далее Но ведь нашли Тогда немцы Вот помогли Потому что мы там Немцев нашли Да там тоже С проволочками Со всякими проблемами Но нашли Помогли Дали Сказали Вот пожалуйста Приезжайте Можете в них хоронить За что кстати На меня написали Заявление Право советских солдат Хоронить немецких В сгмуционных гробах Так что вот так Так что как говорится Воинов интернета На диванах Их хватает везде У нас тоже Я думаю Их будет немало И под этим роликом На самом деле Но слушай Ты большой молодец На самом деле Ты большой молодец На самом деле Больших тебе успехов В этом деле Еще раз Хочу извиниться За качество Звука Дождь Руки вот эти Которые торчат В GoPro И прочее Ну я извинюсь В походных условиях Не вожу с собой Ничего большого Сейчас вас по традиции Ждет небольшой анонс Именно от меня Дорогие ребята Хочу повторить Во первых То что написал В своем Пост новогоднем Посте Хочу пожелать вам Побольше двигать Своей задницей В этом 2020 году Потому что Это то что нам всем нужно Ибо мы можем рассыпаться Я верю в закон Сохранения энергии Если Периодически Свой организм Не насиловать Ничем То Ну можно В общем-то Очень жестоко Обломиться К 30-40 Тем более К 50 годам Я знаю Людей которые Бухают всю жизнь И всем хорошо Но к сожалению Это исключение Из правил Поэтому Настоятельно рекомендую Вам ходить в бассейн То что меня вообще спасает Вот в последнее время Реально В последние годы Просто вытаскивает Ну и вот 1 января Я уже стандартно Обычно Бегаю Десяточку дежурную С такой опухшей Рожей Которая теперь Сопровождает меня По жизни Это не следствие 1 января Это я теперь С такой рожей Всегда хожу Возраст Знаете Или сказывается Раньше бегал Больше Но годы берут свое Поэтому пока Десяточка И хочу сказать Что просто физические Нагрузки не помогают Распределяют Грамотно Умственные нагрузки Это позволяет вам Абстрагироваться И самое главное Фильтровать То что поступает К вам мозг Избегать Возможного шлака Включать Ваш аналитический аппарат И Ну соответственно Оставаться Собственно Сбалансированным Это то чего Нам очень сильно Не хватает В современной жизни Где Все как вы знаете Сплошные эксперты Ну а от себя Хочу сказать Что вас Естественно Ждет 8 Чуть не сказал Сентября Января Экскурсия В Москве Пятницкая Параскева Против Сталина 18 и 19 января Две лекции В Питере В Москве Владимир Кровавый Из серии Романов Весоплей Владимир Александрович 27 января Париж 9 марта Берлин И открывается Запись На Соответственно Путешествия И прочих Замечательных Мадьяр Проезжайте В город Будапешт И Венгрию У нас круто Павел Подтвердит Гуляш Такай Все такое Прочее Вкусная Питательная Живительная Богатая Витаминами Венгерская Паленка Поднимающего Мертвого Из гроба Все Увидимся Пока Спасибо Пока